Сэмэн ахунтэтан ахунт. Многие из нас слышали в детстве фразу «Ошот ерыш» со значением «сходи». Дословно «Ошот ерыш» можно перевести как «сходи впреди». Ерыш – это одна из повелительных форм глагола «ире» со значением «приходить», а «Ошот» – это с точки зрения грамматики разделительное дейпричастие. Но мы с вами берем любые грамматические формы с точки зрения логики, а с этой точки зрения «ошот ерыш» – это сокращение от фразы «ошо», «ад», «ирыш». «Ад» – это союз бурятского языка, одним из его значений является союз «и» в русском языке. То есть в качестве союза «и» он соединяет два действия – «ошо», «ад», «ирыш», то есть «иди» и «приди». Когда мы объединяем «ошо» и «ад» в одно слово, долгое гласное «а» в союзе «ад» подстраивается под гласное «о» в корне слова «ошо» и получается «ошот». Таким образом, разделительное дейпричастие «ошо» содержит в себе само действие и связь с последующим действием. Если перенестись из детства во взрослое состояние, то сидя за праздничество столом, можно услышать фразу «бодо отхылыш», дословно «став, скажи». То есть это опять же «бода отхылыш», то есть «встань и скажи». «Произнести тос», например. Но это классические варианты, но бывает, что вот этот союз «ад», то есть разделительное дейпричастие, которое его содержит, связывает между собой не только предварительные и последующие действия, но и два одновременных действия. Например, «харят-ирэб», то есть «вернулся». «ирэб» это мы знаем, прибыл, да? А «харят-ирэб» это глагол со значением «возвращаться». В данном случае союз «ад» объединяет не «хари» от «ирэб», а «харят-ирэб», то есть «вернулся» и «прибыл». Но в своем классическом значении разделительное дейпричастие все-таки соединяет предварительно и последующее действие. А более классическая фраза «харят-ирэб» выглядит как «хареже-ирэб». Но это уже другой вопрос. Осваивайте бурятский язык. До хелла на сутра. Берте.